Добрый вечер Добрый вечер Откуда будете? С России, а вы откуда? С Хорватией Город какой? Хорватия? Какой город? О чем общаетесь? А у вас Россию покажут? Я знаю А что так? Потому что родился в городе Который Россией является В данный момент Ну так о чем общаетесь? А войне в Украине Скажите, поддерживаете ли Россию в войне? Конечно Пришли освобождать Кого чего? Ну людей Попросили люди Люди не просили 21 февраля 22 года Российская федерация Официально признала ДНР и ЛНР Независимыми государствами Подписала с ними договор Какой? О взаимопомощи И в том числе Экономической и военной Вот сейчас вы и обр**етесь Через три Через три дня Да По просьбе этого населения Руководство этих Независимых государств Россия вела войска Посмотрите Да А теперь открывайте мне Пожалуйста Закон номер 15 Дефис ФЗ И посмотрите Когда закон Вступил в силу Вот договор Этот Который вы упомянули Когда он вступил в силу С момента его подписания Там написано Конкретно дата Когда договор Вступил в силу Посмотрите Так вот Вы спросили На каком основании Я вам ответил Открывайте Смотрите А скажите мне пожалуйста Открывайте Смотрите А на каком основании Открывайте Еще раз Сначала мы с этим Закончим А можно узнать Другую историю Сначала мы с этим Закончим На основании Какого закона Было объявлено АТО Еще раз В 14 Еще раз Сейчас мы закончим Еще раз повторяю На каком основании Было объявлено на тему. Не прыгайте с темы на тему. Не прыгайте с темы на тему. Вы же мне тут даты рассказываете. Я спрашиваю. Как же мне истинирование объявить о то причина 2017-го годового? Я вам сейчас буду вырубать звук, если вы не умеете общаться. Я говорю, не прыгайте с темы на тему. Вы уже понимаете, что сейчас expose вытворетесь с заговором. Вы сейчас понимаете, не надо заговаривать меня. Я говорю, вы молчите, да? давайте так. Короче, иди. Стой, стой. Вот смотрите, видите, кем-то там с тупыми хомячками у него прокатило бы, быть может, даже вот там договор подписали, ё-моё. Вот. Но со мной такое не прокатывает, потому что он сразу понял, к чему я клоню, что договор не действовал, да, когда Россия напала. Даже эта х**ня не действовала. Ой, привет. О! В 2014 году на Майдане что произошло? Ну что, революция произошла? М? Ну, революция что сделала? Что? Ещё раз. Ну, что революция сделала? Что она сделала? Ну, антиконституционный строй свербли. Что значит антиконституционный строй свербли? Смотри, кто решает конституционность, либо неконституционность? Главный закон. Какой орган какой орган решает законность, конституционность, либо неконституционность того или иного там события? Главный конституционный суд страны. Вот, да, правильно. Именно он решает. Конституционный суд Украины решил, что это было неконституционно? У вас ничего не решал, по-моему, конституционный суд. Как ты не решал? А зачем он есть вообще? Или, может быть, в него... У вас совершился переворот. Или, может быть, в этот суд поступали обращения от президента Януковича Беглого, да? Или, может быть, от... А что ты слился? Куда? Или, может быть, от представителей его партии регионов кто-то обращался в конституционный суд, а? Что такое? Добрый вечер. Добрый. Откуда будете? Да, с Москвой. С Москвой. Я провожу вопрос. Скажите, поддерживаете ли вы Россию и Ваня с Украиной? Конечно. Почему? Кроме того, что вы живете в России. А почему нет? Ну, есть какие-то нормальные действительно аргументы в пользу того, что, ну, нападать на другие государства, это хорошо, например, там нормально. Ну, я считаю, да. Объясните, почему? Ну, расширение границ территории страны, это всегда хорошо. Вы в курсе, что, ну, как это называется, расширение территории страны, вот это путем военных действий? Да, я знаю. Это всегда было, всегда будет. Это было в Средневековье? Было. Есть и будет. Это было в Средневековье. Всегда будет. Ну, да. Скажите мне за последние, допустим, 30 лет, какая страна какую завоевала там? Были какие-то завоевательные войны? Ну-ка, напомните мне, пожалуйста. Зачем? Ну, напомните, ну, вы же сказали, что всегда это есть. Еще раз говорю, было, есть. Вот, есть. Вот меня есть интересует. Скажите, пожалуйста. Слушай, Крым по чесноку отжали или вообще по кайфу. Не, я говорю, вот, кроме, кроме того, что, а, там, эти хомячки зетные, да, смотрят? Да, да, да. Как канал называется? Зачем? Ну, просто интересно, кого разматывать буду. Да, бля, похуй. Ну, ладно. Подожди, не убегай только, не убегай. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Откуда будете? Откуда будете? С России матушки. Я просто estratégил, поддерживаете ли вы Россию в войне с Украиной? Конечно, поддерживаю. Я сам участник своего. Сам участник своего? Сам участник своего? Да, год там пробыл. Сейчас домой вернусь. Кто? Контрактник, доброволист? Контрактник, доброволист. Мобилизован. Мобилизован. Да. Почему пошёл воевать? Почему пошёл воевать? Потому что призвали. Ну, в смысле? Ну, Вот так вот Мобилизовали и пришлось идти Что значит пришлось? Боже было не идти Как я не пойду за свою страну воевать? А, ну то есть ты еще и идейный Получается Ну скажем тогда я патриот своей страны Патриот своей страны Скажи, а что ты делал на чужой Территории? Ты отдаешь себе отчет? Я на чужих территориях не был Я был на освобожденных территориях Которые принадлежали субъекту Российской Федерации Какие нахрен освобожденные? Что ты несешь? Ну смотри Луганская народная республика Это была освобожденная территория Донецкая народная республика Это была освобожденная территория Сейчас скажу То есть немцы, которые прошли Я служил в Крыму Я участвовал в освобождении республики Крым Я там участвовал Это была освобожденная территория Чистосердечная мнение россии права как считать вы знаете четко во мнении честно говоря у меня наверное нету как бы сказать то что у вас есть наводящие вопросы наводящие вопросы ну да 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 чтобы что было прям просто там документик есть один 28 января 2003 года путин подписал российской украинской границы вот и там что-то вот сказано про границу как она проходит и там в частности ну донбасс например вот разве там в частности а там басе говорилось там ну как проходит российская граница там она прописана в этом документе честно я даже о таком не слышал вот на знакомьтесь там 1323 по моему точки на карте и вот как проходит граница украины путин подписал договор действует он его никто не денонсировал и соответственно по идее российская украинская граница до сих пор должна регулироваться этим самым договором но почему-то россия такая нет это наша территория наши земли какие конкретно земли мне непонятно ну какие земли и донбасс россия своим считает и херсонскую область да типа свои свои считают пришла такая прописалась в конституции вот херсон наш и запорожье области по моему кое-что до этого было что до этого было но не знаю вот скажите вот как по-вашему что нужно точнее необходимо сделать чтобы выборы бы ой точнее не выбора а референдум был честный и законный честный законный вы референдум дорожки да должен проводиться по законам страны какой принадлежит эта территория пролежь но если я если херсон это украина то референдум должен проводиться по украинским законам согласно конституции украины референдум должен быть только все украинским не может быть такого чтобы область не может отдельно взятая область не может голосовать тем более таким образом когда в нее заходят вооруженные люди другой страны и устраивает там свое какое-то голосование такого быть не может то смысле может но это легитимным считаться не будет что получается также из крымом также из крым все верно логика работает